Шоссе во дворе. В буквальном смысле. Жители нескольких домов на Малышева готовы встать на пути водителей, а те в свою очередь пеняют на строителей. О трехстороннем конфликте расскажут наши корреспонденты. Вот едет следом машина, и куда он с ребенком должен? В какую сторону? А они ведь не сбавляют хода. Они едут, и порой даже еще и быстро едут. Пока пенсионерка дает интервью, а длится оно не больше пяти минут, по двору на улице Малышева проезжают несколько десятков машин. Жильцы привыкли, но смириться не могут. Многие сейчас запрещают детям выходить на улицу без сопровождения. К примеру, Ильдар боится отпустить руку четырехлетней дочери. В тихом некогда дворе, теперь как на шоссе. Опасно для пешеходов. Машины ездят постоянно, потому что дорогу перекрыли. Нет, не устраивает, потому что с детьми придется аккуратно смотреть. Одних не отпустишь. Вот и приходится ходить с ними. Через жилой двор теперь пролегает один из основных центральных маршрутов автомобилистов. Дело в том, что его участок на проезжей части перекрыт. Там меняют трубы, ставят знак объезда. Но местные водители знают, что во дворах есть сквозные проезды, поэтому предпочитают не делать большой крюк. В часы пик, по утрам и вечерам по двору проезжают сотни машин. Особо не заботясь о пешеходах. Нет возможности нигде себя чувствовать спокойно. Здесь, значит, по тротуарам ездят. Вот мы сейчас сами видели, какой здесь наплыв машина была, так что вот это, конечно, проблема. Водители недовольства жителей понимают и даже сочувствуют. Но ездить им, как говорят, больше негде. Во всем винят рабочих, которые делают теплотрассу. Водителям вот никак не быть. Так и приходится аккуратно ездить по дворам. Пусть быстрее делают. Все лето уже ковыряются, сделать могут. Нам тоже это все неудобно. Ну что делать? Пешеходы парируют. Можно проехать и по Ленина, через площадь. Там дороги не закрыты. Когда машины разъезжаются, говоришь что-то, им в ответ один мат. Вчера звонили в ГИБДД. Ну, сказали, что подумают, что с этим можно сделать. По правилам дорожного движения выезжать во двор допустимо. Скорость должна быть не больше 20 километров в час. Пешеходы пользуются преимуществом. А вот сквозной проезд по любым дворам запрещен. И увеличет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. На данной территории периодически будет отсуществляться контроль за движением транспортных средств. Жители надеются, что штрафы сильно дисциплинируют водителей. И поток движения здесь прекратится. Еще один вариант, который обсуждается с соседями, скинуться и поставить шлагбаум. Алексей Вербицкий, Никита Нехорошков, Денис Хромцов. Новости. Первоурайск.